хорошего дня всем я роман карасев и вы смотрите видеоканал планета зюдо и продолжаем нашу рубрику тренировка с борцовским манекеном переоборудован для тренировки именно под зюдо а что это значит значит просто мы на него одели как вы видите джюдо от кимоно это улучшает позволяет повысить качество тренировки потому что все таки мы должны брать джюдо захваты и проводить прием броски и так сегодня я покажу вам прием который называется учимата или подхват я беру своего помощника вот он мой борцовский манекен как видите на нем кимоно пояс по высоте манекен лучше всего подбирать ну приблизительно одинаковый с вашим ростом вот а по весу не рекомендую брать вес такой уже как допустим если я вешу 71 килограмм не надо брать манекен такого же веса 71 килограмм но это будет достаточно тяжело и вы будете может быть ощущать дискомфорт вот а мой борцовский манекен вот данный борцовский манекен весит около 20 килограмм вот то есть это достаточно оптимальный вес для того чтобы можно было проводить с ним хорошую работу качественно и так подхват учимата так называемый принципе это похоже также есть и харай-доши да подхват по две ноги чимата под одну ногу ну так мой манекен одна нога поэтому буду делать то что есть но в любом случае мои видео это не то что да истина но вы просто можете видеть эти видео и может быть что-то делать свои доработки до свои какие-то изменения или они могут давать вам просто пищевых размышлений а вот так же будете повторять те же упражнения которые я показывал ну давай первое захват начнем с такого захвата рукав и классический захват и классическая стойка несколько вариантов есть исполнение в данном случае значит в этом варианте который я разворачиваюсь видите нога у меня разворачивается назад через спину и одновременно я немножко руками на себя то есть я кладу партнера манекен на себя и дальше опора на левой ноге а правая нога начинает обрабатывать ключевая и делает просадки Это вариант первый Как вы видели, я остаюсь в стойке, не падаю Есть вариант с падением И изменением захвата То есть захват можно брать за воротник Сзади за воротник На спине Здесь можно брать на рукаве Можно брать также за воротник Вот здесь Здесь на спине такой вариант тоже делается И также можно брать Вот здесь есть такая впаденька подмышечная Вот здесь можно брать вот такой вариант Сейчас я покажу чемата с падением С теми базы И переход на осветку Еще один вариант кучемата В чем его отличие Это в том, что моя нога будет идти не назад А моя нога становится вперед Вот сюда Но принцип выполнения тот же Я должен положить партнера на себя Отвернуться от него Пиздевать на окно будет Я покажу вам с разных сторон Чтобы угол лучше виден В этом случае у меня получилось с падением Но сразу фиксация цикл Прием кучемата очень распространенный Выполняется многими мастерами дзюдо Очень такой амплитудный Поэтому пробуйте В левую, в правую сторону обязательно Вот, чтобы гармонично развивалось тело И изучайте дзюдо С вами был Роман Карасик И вы смотрите видеоканал Планета дзюдо И чтится До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok